Барнаул Обидно пока только, что у наших штрафных больше, а реализация хромает Стоило сказать, и все изменилось Барнаул начал забивать, а Металлур кто не мог пройти алтайскую защиту, то мазал, то фалил К слову, охотно нарушали правила все На двоих команды за матч сделали 64 штрафных броска Трое игроков-гостей сели на скамейку с удалением Так что наставник уральцев встречал новые свистки с тяжелым чувством Как оцениваете судейскую работу сегодняшнюю? Знаете, это прокурационный вопрос, скажу честно, да Но есть специальная комиссия Конечно, много обосполненных свисточков, где, конечно, пользуются хозяев Но я еще раз, это приоритет той комиссии, которая рассматривает эти матчи Барнаул сделал на 10 штрафных бросков больше, но не штрафными едиными Хозяева чаще стреляли из-за дуги и чаще попадали Особенно во второй половине отличился Алексей Чиликин Самый результативный по итогам встречи с реализацией в 64% попаданий 20 очками за игру и разбитым носом Плей-офф это борьба, только борьба Кто сильнее хочет, тот и побеждает Барнаул, видимо, хотел сильно 96-69 итог игры Разрыв 27 очков По сравнению с длинным сезоном Порадовало, что был характер последней и предыдущей игре И этой был характер, а это в клоуф самое важное Там схемы, что-то уходит на второй план Мы сделали хороший задел на следующую игру Я не скажу, что будет просто в Магнитогорске Это сильная команда, которая дома побежит Им нужно будет отыгрываться, они будут извинчивать темп Нам нужно выдержать это давление И сыграть свою игру жестко в защите и раскрепощенным нападением Не расслабляться хоть план и перевыполнили Чтобы ехать в Магнитогорск, хорошо было бы заручиться форой Хотя бачков в 12 На нашем же балансе плюс 27 С таким отрывом главное не дать слабину на уральской земле И вот он финал Только руку протяни Андрей Дриер, Александр Антропов День с толком